так друзья мы в саду железовых небольшая преамбула как случился этот самый фильм вы видите приготовлены к отправке напоминаю лучший питомник россии по качеству плодов ну как здесь написано а красноярск все ясно это значит что это значит а андрей сегодня красноярцы приезжают так это для них все ясно ника жигулевская у меня тут такая идея возникла но мелба декабрская декабрская до сих пор висит всякие груши крупные отборные ладно сейчас мы с вами почти большую часть сортов которые люди любят покупать виде саженцев сейчас мы с вами просто возьмем и увидим как это случилось не ради касается как говорится не хлеба насущного для а точнее для хлеба насущного сейчас я немножечко настрою вот эту камеру чтобы смотрела так и надо смотреть сейчас вот так лучше и надеюсь меня будет слышно меня будет слышно так яблоко где мне сидеть ладно рискнем но если не получится а чтобы не было грустно ребята одно еще с вечера приготовил понятие такое вроде шутки и второе вот прямо сейчас пришел голову первое значит это почему у меня ограниченное количество плодов ох надо было сразу показать что на столе творится ну ладно может потом покажу ограниченное количество плодов тут у меня на столе сотня всего лишь разных плодов так потому что вспоминаю Козьма Пруткова вот хочу и разговариваю не нравится не надо а большинство нравится и так Козьма Прутков значит приходит вот так вот пьяная компания видит лежит это стопка дров или как там сложенная дрова ночью постучат бабки в окно и говорят бабка возбудили бабка дрова не нужны у нее свои есть нет мелкие мелкие не нужны утром бабка просыпается а дров то нет сама сказала не нужна вот так у меня было сейчас не хочу больше вертеть это самое фотоаппаратом с камерой он наверное тут не показывает вот там вот если смотреть вон туда вот одно дерево да и вот там если можете увидеть вот второе дерево от туалета а может прям камера глядит на него не вижу отсюда вот самая ближняя нарядная Фимова и воронежская два случая Константинович можно немножко груш можно вот человек уходит мой земляк красный хутор возвращается с длинным длинным на палке привязана с обрезанным дном бутылка пластмассовая вот длинная метра три отлёк себя через час смотрю он говорит спасибо три ведра уносит в следующий раз я молчу не говорите надо же хотя бы делиться с кем-то я молчу через неделю звонок Константинович приехал родственник немножко груш но думаю в этот раз он не станет три ведра нет не стал наверное если там было четыре ведра все четыре снял и вот тогда я вспомнил это бабка дрова не нужны бабка это я вот и так я оказался вообще без двух сортов груш вот тогда второй анекдот сейчас я вспомню а значит приезжаю это я его повторяю снова приезжаю я в очередной второй раз говорю о нем Чернобаеву и говорю значит дмитрий дмитрий чай у меня гостей было в этом году около сотни представь себе что у меня сад пустой здесь я остатки разложил там где-то три яблочко там пять груш а еще же время то задержалась осень красота впереди на ближайшие 5-10 дней не даже заморозков нет что-то случилось в природе в это время у меня все желтое и и уже деревья без листьев половина все зелено глядите и тогда значит я говорю дмитриевич я хочу знать про тебя кино еще одно нет почему он глядит на меня смеется и говорит не поверите если еще один фильм 2 вот нас жители хакасии поубивать чертой мать или бить будут при каждой встрече почему увидят эту красоту и лишат нас ну догадались рано как центр вот вам две шутки а сейчас едут в Красноярска один человек покупает вот те что я показал вам минутами раньше саженцы а с ним еще один едет будет будет приглядываться примиряться тогда я накрыл стол ну по-своему видите какой стол когда приезжала телевидение или просто журналисты было телеканал о культуре были на столе фрукты под столом к кофе чай и так далее так вот сейчас мы они когда приедут я вот это все покажу красоту и скажу вот это берете 100 рублей вот большинство отказывается берете 1500 рублей почти все отказываются на неделю удается продать одну книгу ну две вот так ну а страну насытить миллионами книг госпрограммы вот специально тираж миллион экземпляров для газет то есть для библиотек для школ для вузов это к сожалению никогда не будет это все против традиционной технологии которую я называю убей дерево вот так и вот в книгах тогда поверх было все что они писали учеба советы значит лекции тут надо писать убей дерево убей дерево и так на каждой из миллионов книг к сожалению это не случилось ну а теперь давайте так с самых начать я все это буду им показывать может потом подзаряжусь потом может быть еще покажу но тогда уже до другого канала или наоборот это для другого канала есть такой канал галкин сад когда-то он был прекрасный канал полмиллиона подписчиков и значит меня десяток моих фильмов туда попадали вот то есть мы сотрудничали с Гал Галиной Литвиновой это где-то Башкирия вот я начал забывать и вдруг она говорит ну недельку раз ваши фильмы я буду пропускать почему полумиллионный канал уничтожен начало с нуля 15 тысяч подписчиков это ж Галкин сад значит там садоводы и так и так или этот фильм для них а второй с этими с красноярцами я опять сниму это же самое но тут я и буду угощать ножик дам знаете пробуйте пробуйте мыть их не надо вот почему люди делают так берут вот так вот всю обшмолают грязными руками а потом уже в рот складывают вот так что еще один совет и сказать это уже касается санитарей вот взяли аккуратненько и сразу в рот дальше и так значит здесь два яблока вот это мое вот это мое видите вот оно лежало на столе а вот это оно от этого дерева как бы дочка или как назвать прививка балансита видите мое меньше немножко вот я тут покажу видите букву В это увидит Чернобаев и я скажу я сравню и пусть люди верят что они одинаковые нет я проиграл в очередной год в спор ну вы знаете принцип моего сада не поливать вот и тогда получается это родительское дерево официально golden delicious ну раз не признали за golden delicious ладно пусть будет скромное яблоко в этом году вот все что вы потом увидите это в два раза меньше нормы здесь гигантизм страдает каждый сорт почему прививки они сами по себе сохраняют лучшее качество и увеличивают но это отдельная тема это эффективная гигантизация это насыщение ментора по железу это насыщение ментора по мичурину ну вы же люди простые давайте пока попроще итак golden железово вот вы попробовать дам раз вот потом пусть так лежат а вот эти я буду каждое катание один то есть приехала вот вам на память и так каждый сорт вот вот человек взял 15 саженцев недешевых там саженцы по моему от одной до двух тысяч почему не угостить это питомник особый это вам не интернет магазин где продавцы вешали бирки от фонаря от фонаря вот туда глядели вот вот и ни разу в жизни не пробовали а вы знаете что в магазине продавали эти самые под видом крупноплодные это я сам лично в магазине крупноплодные абрикосы вот вот такие вот якобы а таких абрикосов ну я это разбираюсь я взял штучки 3 они вот такие вот по размеру домой разрезал съел они оказывалось это косточка это персиковая а не персиков от абрикоса отличить не могут вот даже я засомневался бывают такие сорта так ну раз уж я взял в руку тут должна быть какая-то система давайте по системе итак почему я обратился к Чернобаеву я сказал потому что я как-то бабушка которая сказала сдуру что ей дрова не нужны и вот так же гости за эту осень мой сад так ободрали но часть я сгнорил потому терять такие сорта тут за полкилограмма да ради нескольких косточек она не может быть дешевым согласитесь смотрим дальше вот итак вы видите апорт алматинский вот он и опять жалобы до 500-600 грамм ну что ты будешь делать когда в этом году еще раз все что я вам показываю не то что мне стыдно это отборное все но когда урожай большой когда в прошлом году была засуха случилась страшная вещь вот в этом году гости едут едут в лучший сад России а ни черта не могут увидеть супер размеры поняли вот вам пожалуйста и так вы увидели пока вот так выстраиваю вот чуть поменьше уже убираю нечего это тут среди великой оставляю на столе самые крупные и эти пока в сторонку сейчас надо проверить запись идет или не идет как ни странно идет еще могу говорить минут 5-7 так вышина мерзнет продолжаем так продолжаем значит так уж случилось что редкий случай я опередил чернобая вот тут на столе видели это я доставал из пакета его вот чтобы не было легких разговоров видите аппорт вот кстати все написал на голде правильно написал голд знаете когда огромный урожай 10-15 ветер у него сад то моложе и там висят не один два а сотни 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 вот таких вот яблок вот это сегодня мы с ним сбивали вот трясли дерево не хотела падать все таки здесь что-то вроде выставки и так впервые ой нет ничего подобного вы поверите что если это аппорт считается крово-красный то вот это считается у него два названия аппорт алматинский или аппорт 600 граммов в этом году он не тянет даже на 400 грамм ладно посмотрели ну давайте что поинтереснее груши наверное чуть позже вот и сами понимаете если голден я ему с моего стола его столу то аппорт ко мне как него попали чувствуете оба сада считаются сады-дублеры все что оттуда и все что от меня от железа и от Чернобаева равноценное и семечки косички черенки запомнили да так смотрим вот это видите вот специально смотрите дешевая китайка у нее особенность есть одна сейчас покажу я еще говорю ты не спутал вот это вот это вот у нее слабо выраженные вот эти вот как бы ребрышки сейчас найду вот она и в этом году мелкие сейчас покажу получше а вот я еще сказал ему может другого дерева если вот это еще сейчас покажу классический вот классический вот это самое у меня точно такие же так они даже на столе должны быть но пока они еще на столе сильно много посмотрели и так вы видите и еще китайку лучшую самую красивую оставляю на столе на белом этом эти сторону угощать гостей следующее ой что будет я в один фильм не влезу ну и еще страшно это развоза это фармел впервые от чернобаева я это у него огромный выражай фармела вот он вот значит это он называл второй сорт это гибрид мелбы знаменитый здесь ее нет на столе она отошла уже месяц назад она летняя чисто а здесь у меня какие сорта осенне-зимние и так гибрид мелбы с чем-то получился фармел вкус великолепнейший вот тут он меня удивил тем более что я говорил почти все от меня а потом выясняется что и фармел не от меня оставляю одну на столе остальные вот так же будут как приехали гости яблочков без яблок не уеду ну и на деревьях еще висит так посмотрели идем дальше а что у нас ребята в рюкзаках вот смотрим салтанат вы знаете вы знаете он еще такой извини константинович они мелкие но вкусные необыкновенные последняя красота какая видели оставляем на столе ну вот одиночные вот так еще жалуются яблок 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 салтавал яблок то есть выход с этого салта с украины вкус необычайный и лежат почти год здорово здорово так сейчас одну надо оставить ну вот такая ну чтобы не путать с похожими сортами убрали эх успеть бы я еще не все показал еще кое-что так квинти квинти я привез с Украины у него получились неправильные квинти они должны быть ярко-красные абсолютно ярко-красные но вы понимаете по двое разные вот захотел по двое получилось вот такое я покажу примерно какой квинти у меня вот по цвету и по размеру вот такие хотя это жигулевская это с моего сада поэтому я пока не показываю итак квинти еще раз говорю квинти вот покраснее квинти неправильные вот на Украине это крупная ярко-красная розовая внутри вкуснейшее яблоко с Канадой вот что такое квинти понятно да вот